итак всем привет сами добрый мы продолжаем играть за синдикалистов в сша в мод кайзеррайх собственно говоря в прошлой серии мы добили антанту в лице в основном франции там еще остались португалия и панама мы их тоже добили чтобы конечно таки выйти из войны и в этой серии мы будем как-то пытаться помочь интернационалу в европе ну и параллельно россии потому что здесь тоже в принципе неплохой фронт и россия по моим ощущениям справляется лучше чем франция вот в германии австрии там вообще все прекрасно потому что промышленность там очень мощно начнем и наверное с линдли за всем странам интернационала и что мне еще раздражает то что испания и франция держит дипси в португалии которая море моя марионетка и эти дивизии могли быть здесь конечно это неприятно и начнем мы с линдли за россии собственно говоря я заметил что мы захватили 81 португальскую тысячу пехотного снаряжения и в принципе почему бы его не засылать россия плюс еще немножко поддержки в виде артиллерии топ оснащения и просто автомобилей по той простой причине что у нас нет пто и пво мы не можем отправить им что нам свои запасы пополнить оснащение на слушать не так то на самом деле много но его хотя бы мы можем подарить возможно еще авиацию с какую-то отправим давайте посмотрим в общем то как то так добавил я к этому еще 200 истребителей и тактических бомбардировщиков не уверен что они прям сильно большую разницу несут но хотя бы какую-то должны отлично россия приняла теперь давайте подумаем что мы отправим в франции в франции же отправляем кое-что потом но мы анонский нос он висит все еще британия думаю нет смысла что-то отправлять этим можно отправить добровольцев пока что в виде двух частных очень мало я думаю мы просто доделаем нашу армию здесь очень неплохая армия в подготовке собственно говоря мы потом наимем еще конечно же больше и уже с этой армии мы отправимся в европу очень нужно сделать вот какую вещь ставить порядок что так я думал это само произойдет как только нужные цифры подчинение появится но нет нужно понажимать все самому но без проблем он говорит снимаешь так до 2 месяца у нас очень неплохо растет подчинение собственно говоря здесь она у нас уже где почти по 40 это именно столько нужно чтобы наконец-таки полностью закурить все провинции то нас тоже пустанет неплохо нас тут есть выбор мы вступим в интернационал или так полагаю что-то типа сделаем свой альянс но по факту это просто выбрать европа или америка и в америке здесь все равно особо делать то нечего конечно можно делать революцию во всех странах повоевать здесь совсем не так интересно как управиться в европу поэтому мы вступим в интернационал а вот это решение вступить в интернационал я так предлагаю полагаю франция нас до сразу принимает отлично и войну сразу не призывали наверно вроде бы да я самое главное надеюсь что от нас отведут войска так кому не войне и прямо сразу вступать наверное не буду я сначала конечно же переведу свои войска у нас здесь уже неплохое количество прихотных армий есть здесь на самом деле нужно сделать так это у этого генерала есть перк хотя у этого тоже есть перк и наш так армия вот-вот будет готова на пока что еще не полный не в полном размере но потихоньку дополняется как и пехотная тоже мы построим и строим так что наша помощь сейчас и будет кстати как можем видеть здесь дела такси в франции войска что тут у них резервы есть но это уже все взрослые проходят службу здесь только расширенный еще целый миллион ситуация похожая в россии ситуация тоже более-менее нормальная в италии кстати в италии все так себе ничего сейчас мы им поможем вот браво и американские солдаты прибывают на французские берега собственно говоря эти пошли через португалию эти видимо тоже мы отправляемся армии пока что просто гарнизоном чтобы не отсюда ехали потому что фронты из нескольких стран делаются плохо и в момент когда мы ступи войну мы просто приведем их сюда к фронту нет все очень не нравится что французы просто бестолково наступают и умирают от них но что поделать и так я думаю мы наконец-таки готовы у нас здесь огромное количество авиации есть я собственно говоря специально построил во франции авиабазы благо теперь это так можно делать сюда подвел тоже авиабазы построил в африке мы собираемся уничтожить металл африку все-таки она дает вроде как много ресурсов германии кроме того это тоже одна из стран и было бы очень неплохо и и затушить здесь вместе с этим бразили у нас здесь готовится выставка наш флот пока что именно здесь и находится я сейчас вовсю строю подлодки кроме того еще два авианосца но она наша сила будет крейсер который я исследовал нужно еще исследовать последние модули и начнем выпускать супермощные крейсеры на них и переключим все наше производство а у нас пока здесь есть одно большое подразделение несколько малых одно подразделение для поддержки морского вторжения и несколько подразделений эсминцев для конвоев собственно говоря я думаю это на нам будет более чем достаточно и можем вступать в войну все еще мы на паузе пока будем чтобы сделать вот эти вещи у нас как можете здесь огромный фронт но если мы пытаемся сделать фронт пока мы не бою им он будет с каждой из отдельных стран это ужасно неудобно я надеюсь когда-нибудь это пофиксит соответственно это армия мы постараемся проекта на юг я думаю если мы минус с сила перебрать потом на север здесь и здесь на запад получается германия так у нас есть наша танковая армия очень неплохая я думаю я может просто вот сюда куда-то отправить продавить этот фронт и ликвидировать здесь армии и у нас есть огромная конечно же армия еще из 30 просто пехотных я думаю можем попробовать скоро крайне мере поддержать не уверен насчет наступления посмотрим как пойдет но мы точно будем наступать здесь но здесь сразу воздух зеленый мы должны очень этим помогать как раз таки французам и возможно я еще сюда перенесу счастье авиации потому что здесь на самом деле боев не так много происходит давайте так и сделаем подавятся на самом деле можно сразу попробовать и наступать как только мы займем позиции получим какую-то подготовку здесь подготовка уже есть начинаем наступать здесь наш флот начинает бесконечно перехватывать конвои это отлично даже какие-то австрийские корабли выставка у нас тоже уже едет все отлично а металль африка почему я не выясни я кажется понял вот поэтому если не воевали а сейчас начнем отлично как мы пробуем начать наступление в талии что выходит а не все еще прибыли господи как и вы медленны давайте тогда отменим сейчас попробуем заново можно побыстрее со всеми местах я думаю все пойдет намного лучше да ведь это красная но это временно авиация у нас отрабатывает отлично я сюда переназначил авиацию часть можно было бы еще истребители но только часть малая получилось тем можно так вот поделать и будет побольше все-таки они нам тоже помогают получилось у нас развить наступление подвелось еще побольше истребителем что как вы можете видеть врагов здесь тоже авиация жесткая и наши самолеты бомбардировщики конечно же отрабатывают свой хлеб уничтожая вражеские армии интересно сколько у нас будет участие в войне я подозреваю очень мало несмотря на то что именно мы сейчас сможем переломить ход войны вот мы взяли рим смоги сейчас выбиваем оставшееся королевство обоих обе сицилии еще бы конечно срадению взять но посмотрим что можно счет этого сделать предлагает лингвиса чего у нас нету видимо стратегический бомбардировщик нет спасибо можем параллельно начать еще какое-то наступление на самом деле возможно здесь горах конечно будет не очень но сейчас подведем авиацию станет получше это верно внимание обратить еще на африканский фронт здесь у нас все прекрасно мы давим без проблем если стоит ряд чуть дальше теперь отвезти потому что они уже прошли и также в бразилии мы успешно высадились и продвигаемся потихоньку в сердце бразилии там еще перу есть это нет это просто война отдельная какая-то тянет до просили перу нам нужно будет захватить а вот и авиапаза которая нам здесь была нужна давайте я за максим и приведет самолеты здесь у нас мы ликвидировали последние войска италии готовим уже высадку для оставшихся силу мы наверное просто сделаем вот так и будем как-то вот так наступать не той армии это сделал или нет кстати здесь тоже выско готовится но постепенно мы задаем в россии все так же держится на тех же позициях примерно не продвигается но и не отступает вроде мы высадку на острова здесь в италии чтобы занять а еще и на юге тоже наши союзники делали близкую мы займем эти острова успешно стоит также придумаешь вот эти острова занять весь в африке у нас эти неожиданно идут битвы возможно стоит туда потом что-то перетянуть и в принципе рассказать что этот фронт у нас нас родение вообще отдельно воевала господи заберем и у нас можно сказать что есть все успокоилось можно будет полностью сконцентрироваться на германии австрии начинаем выступление на юге с максимальной агрессивностью там мы будем терять поиска на ваши самолеты будут также убираюсь вражеские жизни чтобы посмотреть посмотрим по потерям мы уже неплохие получили но я думаю понаносили какие-то да здесь допустим австрии понаносили хотя на как бы ты не очень была в италии так что потихоньку мы вносим свой вклад хотя конечно нет такого вклада как вражеские потери и также решил начать наступление танками потому что здесь танк имеет огромное преимущество все таки наши дивизии танковые очень мощные ну да они в принципе стирают немецкие дивизии как вы можете видеть просто космический прорыв просто космическая атака дивизии просто улетают даже без самолетов поддержка авиации становится просто ужасно для немцев нам даже уже пора переводить наши самолеты в рейнланд но еще здесь есть несколько битв я пока что не буду этого делать однако прорыв здесь реально очень серьезный можете видеть мне вообще не могут нас останавливать и здесь просто нет даже войск стоит их просто обрезать здесь я думаю параллельно с этим на юге здесь тоже очень успешно все пошло все-таки самолеты делают свои дела можно вот этот этот набор самолетов я доверясь и в германию эти и нам возможно стоит сделать еще один чудо крыло боевое для авиаштюрмовых вот так дерланды бельгия капитулировали собственно говоря наши танки показали себя просто превосходно сейчас у нас просто голый фронт в германии здесь одна только пехота и достаточно слабая с проблем мы можем здесь наступать и в австрии тоже весь горы были пройдены основной части мы сможем без проблем наступать еще надо сделать это окружение и у них практически не останется сил здесь по америке с этим я заметил что он здесь гаити все еще есть и решил что пора уже высадиться и забрать эту страну главной революции выразили и же здесь без снабжения конечно делать так себе здесь дорог нету прокладывать их не знаю если смысл а вот произошло падение мысла собственно говоря берлин а вот и он написано что французские солдаты это конечно на самом деле вошли наши американские солдаты но оккупация перешла французам потому что у них здесь везде границы и вот-вот рейхспакт падет произошла капитуляция германии уже стала добиться австрии в принципе все на этом не останется у нас никаких противников есть конечно еще россия но россия только и жила за счет наших за счет нашего алленд лиза мы поставили и очень много техники вооружение как можете видеть вот она еще не все даже да и везли это интересно посмотреть потом вы в дивизиях сколько реально наших нашего снаряжения то есть просто по тем которые на фронте находится ну здесь мы сметаем в африке кстати уверение так понимая замедлилась потому что есть как обычно не хватает снабжения знакомая проблема здесь тоже самое но здесь такие такой проблемы нету поэтому мы очень уверенно вгрызаемся сицилия скаем пускай виталия просто забирать сицилия кстати у нас ивенты на судебу от этих островов и я передала франции италии что принципе это их острова вот и падение вены крест сразу же 0 обратно как будто ненадолго здесь стратегический бомбардировщики просто варскор набивают на самом деле но в целом практически все герри капитулирует там еще категор был краха из факта собственно говоря был там россия с кем-то еще умерел если что-то вам были типы винты это кто это германия швейцария но до нас ничего не осталось здесь мы ничего брать не будем здесь тоже но это конечно тоже нам не нужно россия россия забрался нехилую долю германию между делом то есть у нас украина стала велика державой нужно будет закончить эту войну здесь пробиться наконец-таки здесь все так же и и нужно добить восточную европу вот и пола австрия стали но тоже мы здесь вряд ли что-то будем брать потому что это будет выглядеть очень некрасиво там пускай франция по выделяет здесь варенье так сыгря она уже и начала италия объединилась прекрасно теперь выгоден за горе и состояние находится не таком плохом там еще не все взрослые проходят службу как во франции франции все ужас что происходит единственно что граница постоянно херится ну что поделать как восточная европа уже пола собственно говоря здесь у нас осталось только финляндия но мы все так же долбимся в эту африку потому что здесь нет снабжения и мы буквально кто-то атакует он сразу отступает и все так же долбимся здесь все-таки ясно снабжение очень мешает прорывом могли мы наконец-таки капитулировать бразилию я уже очень устал с ней воевать но это наконец-то закончилось французы решили насрать чисто одной провинцией французы что поделось сюда бразилии вот он решили они выделить там свой марионет конечно же пробел еще не нажимается не ставится пауза просто делаем свою бразилию вопрос что станет если это тоже марионетка бразилия просто отвезем какая-то мелкая бразилия ладно что ничего такого но здесь войска уже едут высаживаться сюда в германию потому что это германия считается великой страны сожалению нам нужно их добиваться типа промышленность видимо какая-то есть но ничего правильно там какие-то страны мелкие капитулируют вот финляти капитулировал что там осталось у нас тени и перу собственно говоря тени и здесь тоже африка и перу мы сейчас поможем могли мы высадиться нам тут немцы мешают но они как-то очень стоят сильно вместе поэтому это никак нам не помешает вот мы смогли сделать себе плацдарм и теперь поедем еще из этого направления в сторону германских африканских колоний надеюсь здесь мы не столкнемся с проблемой несколько снабжения хотя как только мы выйдем сюда скорее всего столкнемся серия невероятных высадок мы взяли уже игра мадагаскар здесь окружили здесь крылья германия вот-вот падет это ужасно меня там мило потому что войска просто отказываются продвигаться и территория плохая и нету так кому тут хотим синдика листа дальше наверное да это без разницы на самом деле ну что партия уже вот-вот закончится а у вас только всякие не готова давайте германия готова капитуляция где еще нет а вот она наконец-таки господи беремся киню держим вот пропускаем ход очень осталось обычно забираемся какие-то что можно принципе давай даже что это анклав ваш кинклавов хватает на хватит и вот наконец-таки респакт пал в европе везде синдикалисты осталось только российской империи которая с японии там воюет нам это уже мало интересно эти страны не могут с нами посоперничать у нас слишком мощная промышленность огромный флот который только увеличивается так что я думаю это можно партию в принципе закончить так что с вами был дубгай подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте комментарии все как обычно до скорых встреч пока